всем добрый день всем доброго времени суток мои уважаемые женщины милые мои девочки всем фискульт привет будем общаться у нас очень много интересных тем есть пьем кофе милые женщины пьем кофе у меня сливки сегодня вот мой сливочник красивый такой фарфоровый немножко наливаю сливок буквально меньше чем чайная кофейная ложечка прошу прощения кофейная ложка мне не нравится молочный кофе а вы под себя но только не так буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль нет так не нужно делать немножко умеренно все чем кофе у меня уже третья чашка я так себе сбиваю аппетит мне нужно дотянуть хотя бы до 12 до часу дня но и общаемся кто видит меня первый раз меня зовут таня я живу и родилась я в городе киев 56 лет а это время моей менопаузы я решила постройнеть и постройнела за четыре года на 42 килограмма да нет на 44 на 44 даже это сейчас набираю немножко вес как и странила я минимизировала углеводы я прекратила кушать зерновые то есть каши я не употребляю у меня нету перекусов для меня яблоко и черный кофе с долькой шоколада это не перекус это наслаждение для меня перекус это когда человек хочет кушать и до основной еды далеко и нужно перекусить для меня перекус это что-то жирное кому-то авокадо может быть подойдет кому-то 10 грамм сала чтобы сбить аппетит вот это для меня перекус или кусочек твердого сыра хорошего качественного яблоко сладкая фрукта фруктоза это не перекус это еще больше вызывает аппетит значит нет у меня перекусов у меня спорт в системе каждый день шесть километров даже больше я пробегаю каждый день упражнения но в системе снег дождь понятно дома а так каждый день я уже привыкла я втянулась а мне нормально до работы то же самое до работы немножко меньше но потом я по городу наматываю больше ну то есть я двигаю двигаюсь я очень активная очень но я такая по жизни я активная немного задают вопросы вот когда у вас был большой вес как у вас там с ногами когда у меня был вес 124 килограмма я спокойно взяла мешок на плечи 50 килограмм картошечки и занесла на четвертый этаж легко моложе было очень легко но как бы представилась немножко но сейчас с вами пообщаемся у нас такая тема сегодня это клетчатка у меня основная клетчатка это отруби любая клетчатка у меня много салатов мне это нравится у меня моя каша состоит из отрубей отруби любые пшеничные ржаные овсяные любые отруби отруби это мое спасение расскажу как я дошла до такой жизни вот каша из отруби у меня всю жизнь очень плохая моторика кишечника возможно это щитовидная железа у меня нету левой доли я принимаю 15 лет гормон эутирокс стула у меня не было не то что по два дня по десять дней мне люди не верят этого не может быть ты бы умерла но я же живу чем не врать смысл я делала рентген баррием пила for trans никаких то шла шлаков там нету тонны нет это все брехня ну как говорил даже наш великий николай михайлович амосов говорил когда я был общим хирургом я не видел никаких шлаков вот поэтому не нужно ставить какие-то там клизмы себе нужно просто меньше кушать и больше двигаться и все поэтому значит я делала рентген баррием все нормально сигмовидное все нормально потом я дошла до колоноскопии думаю сделаю колоноскопию что у меня там ну немножко такая вот ремарочка прежде чем идти на этот на эту процедуру я решила пройтись по палатам и спросить у женщин кто делал колоноскопию как это проходит ну до этого меня все пугали что это это катастрофа процедура зайдя в одну из палат мне сразу сказали боже вырубили себе аборт без укола цежа борт без укола ца уже женщина кого бедна несчастна захожу другую палату то же самое боже 1 закрыла рот чуть не потеряла сознание это страшно короче наслушалась этих тетечек я вышла оттуда думаю ну ладно аборт без укола жить будем так зашла в кабинет значит легла на стол боком возле меня медсестра в компьютер смотрит на экран смотрит доктор он на меня не смотрит ему не нужно он смотрит туда в компьютер медсестра меня сразу предупредила сейчас будет немножко значит так чувство что животик животик раздувается хорошо раздувается животик нормально все но я же жду укол то есть аборт без укола доктор мне говорит можете посмотреть ваш вот ваш геморрой я смотрю там такие вот небольшие такие шишечки потом доктор говорит все дошли до начала конца а я же жду аборт без укола как все уже ну да ну немножко думал что будет сложнее потому что вас кесерова у вас есть спайки у вас аппендицит спайки все отлично я вообще ничего не слышала доктор слушайте так это же просто прелесть я не ожидала мне такого теткина говорили это просто кошмар какой-то я села на кушетку болтаю ножками говорю а что со мной что у меня он говорит я же вам показал геморрой а колит но я себе придумала уже диагноз никакого колита вас нету у вас все нормально все я оттуда ушла и думаю что же мне делать у меня запоры по 10 дней у меня все нормально с кишечника что же мне делать мне советовали кушать жиры кусочек масла кусочек сала утром капусточку до меня не брала это ничего я могла кушать капусту свежую я могла кушать чернослив буряк свекла ну как у нас говорят в украине буряк даже если вы разговариваете на русском языке все равно у нас буряк даже если мы разговариваем на русском у нас нет тыква у нас гарбуз и не гарбуз а гарбуз у нас так разговаривают и нам это в кайф нам это всем нравится поэтому свекла чернослив залито цельным кефиром плюс селедка сверху огурцы для меня это вшистка едно то есть мне все равно меня ничего никогда не брал ничего даже не раздувался живот никакой моторики кишечника не было все заглохла я постоянно пила слабительные крушину заваривала какие-то клизмы себе ставила меня ничего не брала я часто делала себе сама ходила по диагностическим центром у меня есть хорошие специалисты потому что первому попавшую врачу нельзя идти делала узи жкт все нормально все хорошо я ходила гастроэнтерологу аж хороший гастроэнтеролог у меня но мне никто не мог помочь подсказать мне прописывали кучу препаратов мне прописывали ферменты поджелудочной крион различные там пангролы то есть выкидка денег было и вот чисто случайно в ю тубе я выхожу на ковалькова на кашу и он рассказывает о каше из-за трубей залита кефиром эта каша это хорошо для полных людей кто хочет похудеть это отруби разбухает желудочкой вы не хотите кушать долго и потом это хорошая моторика кишечника я повелась а только на моторику кишечника знаете как это меня тревожило очень я себя ужасно просто чувствовала я не думала похудение мне нужно было привести вот организм порядок по кишечнику я начала готовить себе эту кашу поначалу я заливала эти отруби себе кефиром ну так как говорил алексей ковальков потом я ушла с кефиром не с кефиром плохо кефир современный это не просто кваша мечникова это спирт и дрожжи делается за секунду но это же индустрия вот поэтому тяжеловато мне плохо с кефиром там идет брожение мне плохо я вышла на домашний йогурт ряженка она легче так получается я поняла что у меня стул появился водички нужно пить любой жидкости чай кофе нормально я начала ходить туалет как нормальный человек люди добрые я не обращала внимание на свой вес потом смотрю у меня болтается джинсы на мне а у меня немножко вещи свободнее на мне я не взвешивалась как сейчас вот это постоянно у меня не было такого дружбы такой с весами я начала меньше кушать я обратила внимание что я меньше ем я не хочу кушать я утром ела эту кашу шла на работу и у меня не было такого знаете уже вот даже на сладенькое я забывала о еде вот за счет этого я начала и худеть я меньше стала кушать после этого у меня каша по ковалькову клетчатка а именно у меня отруби в системе я могу иногда пропустить сделать себе какой-то другой завтрак за так у меня позднее тоже к этому пришла это все не сразу не сразу мне намного легче так физически когда я не нажираюсь а с утра у меня больше работоспособности под вас не бросает вы себя лучше чувствуете вот и для меня еще то плюс что я раньше закачиваю заканчиваю ду у меня есть такой симптом диагноз есть даже такой углеводное похмелье вот когда поздно поели на следующий день никакая все никакая я жду уже вечера чтобы отключиться лечь спать у меня это есть поэтому мне хорошо когда рано заканчиваю есть кушать то есть даже не умывакин говорил поджелудочно засыпает после шести ферменты практически не выделяется биохимики и биологи биологи говоря и химики что даже после 16 00 поджелудочная прекращает выделять ферменты я на себе это все пробую мне плохо когда вечером кушаю я боюсь вечером кушать потому что на следующий день я буду не работоспособная меня это еще тоже тормозит в пище вот так и о клетчатке вот сейчас о клетчатке немножко клетчатка это нерастворимый углевод где содержится клетчатка это овощи то есть нам нужно кушать большую пиалку овощей об этом говорил даже николай михайлович амосов 500 грамм овощей в день не 100 грамм не 120 500 грамм а вот фрукты нужно меньше съедать фруктов меньше это сахара это фруктоза и ни один гастроэнтеролог вам не скажет а у вас жировой гепатоз печени так вы наели фруктами много фруктов кушаете да никто вам не скажет жировой гепатоз печени то фруктоза это сахара вам сразу скажут а кушайте сосиски котлеты сало а углеводов молчат поэтому доношу до всех жировой гепатоз печени это фруктоза это сахара поэтому фруктов сладких нужно кушать немного вот возьмем допустим 100 грамм телятина печень да какие здесь все нутриенты находятся полезные витамины до 100 граммах и чтобы получить вот это количество витамин эквивалентных 100 граммов печени нужно съесть два с половиной килограмма яблок два с половиной килограмма это что это инсулинорезистентность это диабет это жировой гепатоз печени поэтому я думаю стоит столько есть или нет два яблока это 37 грамм дневная норма сахара два яблока 37 грамм 40 это дневная норма сахара зачем себе наедать заболевания 90 процентов заболеваний заболеваний приобретенных как сказал николай михайлович амосов и только 10 врожденных я боюсь наедать себе вот этими фруктами сладкими заболевания а именно диабет инсулинорезистентность и жировой гепатоз печени клетчатка еще небольшое количество злаковых растений клетчатка это структура которую наш организм не может расщепить сахар клетчатка это не усвояемый углевод для чего нам нужна клетчатка это перистальтика нашего кишечника и моторика нашего кишечника то есть продвижение пищи по кишечнику у кого проблемы жкт это другое дело даже не пишите мне пожалуйста милой женщины это сразу доктору я только доношу до людей физически здоровых у кого жкт нормально работает нормально переносят клетчатку и такую клетчатку как отруби сибирская клетчаткой такую клетчатку как овощи вот только до этих людей поэтому можно поправить моторику кишечника клетчаткой и можно худеть на клетчатке тоже очень классно даже клетчатка она еще как бы задерживает подъем сахара в крови вот съели вы кашу любимую да это медленный углевод и сахар поднимается быстро почему потому что любой медленный углевод состоит из цепочки быстрых углеводов через два часа вот этот углевод расщепляется на глюкозу и сахар по любому хотите вы этого или нет то есть подъем сахара есть довольно быстрый но если съедать сначала тарелку салата а потом кашу то этот сахар будет подниматься не так быстро но это тоже плюс это прекрасно не будем наедать инсулинорезистентность сразу углеводами и будем уходить а диабета это очень неплохо у нас вообще в организме живет много бактерий полезны не полезны вот полезные бактерии у нас микробиоты допустим суммарный вес будет два три килограмма ну вот эти полезные бактерии они вырабатывают у нас и витамины особенно витамины группы b это иммунитет полезные бактерии поэтому обязательно у нас должна с вами быть клетчатка на наших тарелках это овощи обязательно фрукты ну и такая клетчатка как допустим сибирская клетчатка те же отруби клетчатка то есть это хорошо но каждый выбирает клетчатку под себя я пришла с пробежки немножко красная румян как яблочко еще выпила горячий кофе ну так дальше клетчатка клетчатка также называется еще пребиотики при это питание питание для наших полезных бактерий пробиотиков клетчатка это метла все знают то есть по нашему кишечнику идет впитывает себя все плохое клетчатка это сорбент и чем мельче этот сорбент не такой грубый тем больше он действует сильнее этот сорбент впитывает больше токсинов больше жиров и это большая польза для людей у которых повышен холестерин то есть даже доктор ильдакименко советую советуют употреблять отруби у кого повышен холестерин питает жиры и выводит вон то есть все плохое впитывает и все убирает клетчатка также наполняет желудочек и мы долго не хотим кушать допустим я я спокойно держусь 45 часов если употребила съела допустим отруби свои у меня это отруби меня растительная клетчатка такие как салаты так не насыщает а вот отруби меня насыщают я вышла на свою клетчатку у каждого она своя у кого-то псиллиум у кого-то растительная салаты у кого-то отруби так что по своему же кт все потом клетчатка допустим те же отруби понижают гликемический индекс того продукта который находится рядом вот я принимаю молочку да вот и все моя клетчатка мои отруби понижает гликемический индекс молочки плюс плюс не развивается инсулино резистентность польза польза потом клетчатка принимая клетчатку конечно нужно принимать много жидкости чтобы у нас не было запор то есть любой жидкости чай кофе водичка побольше жидкости вы принимаете в этот день когда у вас есть такая клетчатка клетчатка любая в аптеках любая и сибирская клетчатка различная сейчас потом мне еще писали по поводу отрубей вот люди допустим принимают препараты и эти отруби допустим эта клетчатка может ацербировать препарат но мы с вами думаем еще логически я если принимаю гормон эутирокс я не имею права есть полчаса ничего мой гормон эутирокс впитывается кровь в течение получаса я это знаю поэтому любой препарат впитывается за какое-то время вот два часа допустим должно пройти мы же не запиваем таблетку пиво мы знаем что пивом спиртным таблетки не запиваются так и это принимая таблетку активно аптечный препарат какой-то или какие-то витамины дайте время не нужно заедать отрубями это сразу вот и все у меня таблетка гормон эутирокс в 6 утра допустим а отруби в 12 час дня вот это нормально поэтому есть расстояние между приемами пищи нужно принимать очень хорошо принимать отруби вот такую клетчатку цельную на ночь это называется эубиотический поздний ужин у нас ночью проходит такая стадия меланхолии то есть не на психическом уровне желчный спит а тут пришла такая еда классная целлюлоза неперевариваемая клетчатка для нашей микрофлоры супер просто очень хорошая ток желчи идет на неперевариваемую клетчатку и желчь у нас отошла утром мы встаем у нас легкое хорошее опорожнение кишечника убивается буквально стадо зайцев даже не один заяц и желчь и моторика кишечника и прекрасный тоже у нас опорожнение кишечника то есть все отлично клетчатка очень полезно но каждый должен подобрать клетчатку для себя вот определенно может кому-то может быть у кого-то это может быть псиллиум это растворимая клетчатка псиллиум у кого язвы у кого гастриты то лучше конечно псиллиум можно употреблять псиллиум еще и пищу добавлять вместо муки но в украине псиллиум не дешевый 80 гривен стоит 80 грамм 80 гривен это три доллара не дешевый псиллиум у нас в украине но я себе заказала кстати девочки должны перезвонить с аптеки тоже буду добавлять еще чайную ложечку псиллиума это семена подорожника но такая информация думаю она познавательная интересная я для себя эту информацию взяла я живу на этих знаниях я развиваюсь слушаю людей слушаю умных врачей умных врачей врачи же много и же тоже нужно фильтровать и диетологам нужно фильтровать и блогерам нужно фильтровать ну вот так что то где-то понемножку можно брать для себя ну да милая женщина я благодарна всем за просмотры я благодарна всем за комментарии благодарна всем за лайки любите себя любите себя ведь мы сами себе и доктора и премьер-министры. Любите себя. До встречи.